Добрый день, Павел Юрьевич. Как меня слышно? Жду ваших плюсиков. Надеюсь, что все хорошо. Отлично. Павел Юрьевич, спасибо. Итак, давайте начинать. Спасибо большое, что пришли на вебинар. Спасибо за интерес, который вы проявляете к этой теме. Сегодня и дальше мы будем говорить о глобальных образовательных порталах. Почему именно о них? Я давно в онлайн-образовании. С 2008 года я уже вела учебные процессы полностью в онлайне. Была тьютером Открытого университета Великобритании, от англичаной технологии восприняла. Но это не очень важно сейчас. Самое важное то, что мы с вами живем в очень интересное время. Во время, когда у нас на глазах формируется новая образовательная система, новая образовательная среда. Эта среда создается с помощью цифровой технологии, поэтому она называется часто цифровой. Эта среда очень обширна, она достаточно сложна, и поэтому иногда ее называют новой экологической системой образования, намекая на то, что экологические системы биоценозы по сложности сравнимы уже с этой системой образования. В этой среде мы и живем, в этой среде мы развиваемся, обучаемся, учатся, развиваются наши дети и внуки. Поэтому ее надо обязательно изучать, и, собственно, ее и изучают многие. И у нас точно и в стране. И как-то нам нужно в этой среде самоопределяться, как говорят тьютеры, навигировать, перемещаться, ставить какие-то цели образовательные, их достигать. Для того, чтобы ориентироваться, нужны, конечно, ориентиры, нужна какая-то стратегия, как, собственно, в ней ориентироваться. Для меня такой стратегией стало выделение образовательных порталов, которые влияют намного в этой среде, и ориентация на них, и перемещение, использование тех, собственно, приемов и стратегий тактик, которые используют образователи на этих порталах работающие. Если перейти к метафорам, то сама вот эта новая образовательная среда, это такой океан, море-океан, возможностей всяких сервисов, каких-то требований, каких-то, может быть, ограничений в чем-то. И в этом море-океане, нам повезло сильно в этом плане, обитают такие чудо-юдо-рыбы-киты. Вот эти чудо-юдо-рыбы-киты, есть такие вот образовательные порталы, это мощные острова. Вот если представить это в виде архипелага, то образовательные порталы и такие острова, где и создается многое из того, что потом в этом океане используется. И поэтому имеет смысл их изучать, и, собственно, их изучают. Вот. Я сама тоже так случилось, что я давно познакомилась с этими порталами. Например, на портале Курсера американском я начала обучаться в 2013 году. С тех пор я не покидаю, не перестаю учиться на разных порталах, поэтому я их хорошо знаю. И как такой онлайн-образователь, я интересуюсь не только тем, что они, конкретно какие сервисы они используют, мне очень интересны их стратегии. Потому что знание стратегии позволяет определиться, самостоятельно уже дальше определяться с тактиками, с приемами и так далее, выстраивать собственную индивидуальную образовательную траекторию. Поэтому я просто по себе четко знаю, как важно и главное, как интересно изучать этот портал, ознакомиться с ним. Поэтому я эту тему и заявила. Спасибо руководству, организаторам циклов фебинаров «Надиры Тмедиа», что они на эту тему откликнулись. Я надеюсь, что, прослушав этот фебинар и следующий, вы начнете самостоятельно, очень компетентно находить и использовать то, и монетизировать, в частности, свои компетенции, как онлайн-образование, образователи руководствуясь теми знаниями, которые мы можем подчеркнуть, знакомясь с глобальными образовательными порталами. Если задуматься о том, что же такое образовательный портал, существует, конечно, много определений этого. Но вот мне лично, я лично для себя в качестве рабочего определения выбрала вот такое, что образовательный портал – это комплекс сайтов, который обеспечивает поддержку самых сторон образовательной деятельности в интернете, в том числе и содержательной, то есть функции создания и размещения, и доставки контента, функции административной, информационной, коммуникационной обязательно, контрольной и многие другие. Сейчас этот термин стал намного более употребим, чем, допустим, два года назад. Два года назад это еще было не так распространено, а сейчас буквально вчера я набрала образовательный портал в Гугле, и мне выдавал там больше 17 миллионов было в списке выдачи. То есть это очень популярный термин. И если обратиться опять к метафорам, то для меня, когда я, собственно, занялась, писала книжку, у меня только что в этом году вышла книжка, которая называется «Цифровые образовательные ресурсы интернета для педагогов, преподавателей и тьютеров». Когда я писала ее, то я задумалась о том, с чем можно сравнить образовательную портал. Просто портал ее и поняла, что это как бы квант такой интернета. Такая частица, которая, опять же, удобно использовать для структурирования этой образовательной среды, для того, чтобы в ней самоопределяться, инвигировать. Но потом я поняла, что квант – это слишком просто. Квант – это потом все-таки простая элементарная частица. Обратилась к стандартной модели и подумала, что, может быть, это все-таки бозон или фербион. В общем, это можно дальше обсуждать, но суть моего определения в том, что портал – это такая достаточно элементарная, но крупная частица интернета. И вот дальше мы мыслим образовательный портал именно как такой вот остров, чудо-юдо-рыба-кид или какая-то такая элементарная частица, достаточно крупная в интернете. Образовательные порталы нас интересуют, конечно, те, которые влияют на то, как живет вся эта система, и на то, как мы в ней живем и как мы в ней работаем. Коллеги, если у вас возникают какие-то вопросы, может быть, по определениям, которые может пестреть моя речь, или по сути, по содержанию, пишите вопросы сразу. Я, наверное, постараюсь отвечать на них сразу. Но пишите, если можно, в разделе, все-таки во вкладке «Questions», вот здесь вот, «Вопросы», во вкладке «Вопросы». Там они точно не будут потеряны, потому что, закончив свою презентацию, я обращусь уже, собственно, к содержанию папки «Вопросы». Итак, нас интересуют те порталы, которые больше влияют на нашу с вами жизнь в этой цифровой образовательной среде. И, слава богу, есть хорошая аналитика. Онлайн-образование вообще интенсивно сейчас изучается, и уже накоплено достаточно много аналитических данных. За, допустим, лет на пять назад, слава богу, потому что пять лет назад, когда я пыталась это изучать, это было такое море разрозненных совершенно данных. Вот, есть замечательные источники аналитические ресурсы, и, в частности, вот рейтинг образовательных порталов от образовательного, от агрегатора массовых онлайн-курсов «Класс Централ» на 2019 год. 35 ведущих образовательных порталов. Сразу скажу, что там есть Россия, она занимает 31 место, наша национальная платформа открытого образования. По разным параметрам, собственно, этот рейтинг смотрелся. Но, прежде всего, конечно, по мощности. И первое место, конечно, занимают вот эти пять. Тут, по-моему, есть возможность где-то рисовать. Сейчас я попытаюсь. Вот эти пять ведущих образовательных порталов. О них мы сегодня в основном будем говорить. Это «Курсера» – американский образовательный портал. 37 миллионов пользователей, тоже будем говорить позже. В основном материалы от американских университетов. То есть я имею в виду курсы, которые предлагает этот портал. Это курсы, разработанные американскими университетами. «ЕДЕКС». «ЕДЕКС» – это образовательный портал, тоже американский. Он создан профессорами в Существительской технологической институте Гарварда. Там больше фокус на естественных науках. «Фьючер Леон» – это британский образовательный портал. Там, поскольку это британский портал, дочка открытого университета Великобритании, там в основном курсы от британских университетов, от университетов европейских. Но есть и американские, есть и австралийские. То есть много порталов, в смысле много образовательных продуктов от англоязычных стран Содружества и других англоговорящих стран. Очень интересное изменение в рейтинге. В этом году туда вошел портал Своям, индийский образовательный портал, про который до 2018 года, в общем-то, мало чего было слышно. Я лично просто не подозревала его существования. Или, может быть, подозревала, но он далеко не был, не на вершине рейтинга был. Вот сейчас он потеснил индийский портал, потеснил даже Зютанг. Зютанг – это китайский образовательный портал, мы о нем будем говорить чуть ниже. И вот все вместе вот эти порталы являются держательными 80% всего общего глобального количества студентов, которые обучаются в онлайне, на массовых онлайн-курсах в частности. На конец 2018 года число таких студентов достигло 101 миллиона по всему свету. И вот эта пятерка, перечисленных здесь, держит 80%, то есть 80 миллионов из них, из этих слушателей, обучаются на этих пяти образовательных порталах. Согласитесь, это достаточная мощность для того, чтобы влиять на все онлайн-образование в мире. Вот, но если посмотреть, значит, вот замыкающая пятерка этого рейтинга. Наша национальная платформа открытого образования – это 31 место в рейтинге. Порядка у нас, мы будем говорить уже об этом позже, 400 курсов на этой платформе. К сожалению, я так и не смогла найти на нашем, на сайте НПО, количество студентов, которые там зарегистрированы. Ну, по последним, там даже порядка 400 тысяч. Кто-то, я видела данные такие, но, к сожалению, года два назад только. Так, платформа открытого образования – тайваньская, 32 место. И КМУК – это корейский образовательный портал, корейские открытые онлайн-курсы. Индонезийский образовательный портал. И замыкает этот рейтинг 35 ведущих образовательных порталов мира. Портал украинский, местный, да, мы говорим, достаточно достойное. Там порядка 350 тоже курсов было и порядка тоже 400 тысяч слушателей. Вот так вот выглядит рейтинг ведущих образовательных порталов. Но этот рейтинг – это, конечно, результат уже развития всего вот этого движения массовых онлайн-курсов. Это порталы, предлагающие массовые онлайн-курсы. Нам вообще не сегодня, на сегодняшнем вебинаре, они нам интересны не столько вообще, сколько с точки зрения того, как они монетизировали свои компетенции. Вот это мы сейчас будем рассматривать немножко ближе. Так вот, почему, собственно, возникла эта необходимость монетизации? И этот вопрос вытекает из того, как развивалось, собственно, вот это движение массовых онлайн-курсов. И как возникли вот эти чудо-юдо-рыбы-кипи, которые сейчас определяют фактически лицо онлайн-образования. Смотрите, все началось в 2012 году. Весна 2012 года. Запуск курсеры. И тут, конечно, курсера была не первым таким стартапом, технологическим образовательным стартапом. До нее были тоже такие достаточно серьезные заявки. Но вот почему-то не пошло. Вот так вот не пошло, так как пошло у курсеры, так как пошло у Edex. Потому что у этих двух, а затем у многих других, после запуска проекта, рот шел чисто взрывным характером, взрывным образом. На самом деле, мне кажется, сама система цифровая образовательная среда, самая новая экологическая система образования, это движение массовых открытых онлайн-курсов или муков. Это результат таких глобальных явлений, которые существовали, но мы о них, в общем-то, не подозревали. Не подозревали, но догадывались, наверное. Мы не знали, насколько это серьезно. В частности, насколько серьезен запрос на качественное образование. Это очень серьезно. То есть в глобальном масштабе это было что-то... Взрыв этот, я имею в виду, взрывной рост произошел в результате того, что встретился вот этот глобальный мощный запрос на качественное образование с технологиями, которые позволяли ответить на этот запрос. То есть его удовлетворить. И тут результатом был взрывной рост этого движения. Движение массовых открытых онлайн-курсов. И смотрите, действительно рост какой был. Если посмотреть, вот весна 2012 года, здесь где-то было... Курсер начинал с нескольких десятков курсов. И через два года мы имеем... Вернее, смотрите, это количество слушателей. Через год это уже порядка пяти миллионов. Мы сейчас об этом будем говорить. Через два года это 20 миллионов. И дальше рост пошел уже вот так вот стабильно. Собственно, в два раза росло количество слушателей в массовых онлайн-курсах. И этот рост продолжается вот уже до сих пор. Сейчас он, правда, немножко замедлился. Просто, может быть, то, что база, да, то есть прирост не 100%, прирост чуть меньше. Это зависит от провайдера. Потому что достаточно большое количество уже есть. База большая, поэтому такими темпами расти не удается. Так, ну и есть некоторые другие изменения, с которыми мы познакомимся. Так, теперь то же самое касается количества курсов. Смотрите, с 2012 года, если смотреть в тысячах, то где-то было, может быть, 100 курсов. Через год это было уже больше тысячи. Через два года это было две тысячи и так далее. Но сегодня это 1100 курсов. Наконец, с 2018 года 11 тысяч курсов предлагается. От университетов провайдеров. Сейчас здесь провайдеры, вот здесь провайдеры. Это университеты, которые разрабатывают курсы, массово открытые онлайн-курсы и размещают их на глобальных образовательных порталах. Смотрите, здесь в 2012 году, это в сотнях, их было, может быть, 20-30. Сейчас это уже 900 курсов. 900 университетов, так сказать, успели, 900 университетов участвовать в этом движении. Что ими двигало понять достаточно сложно, потому что это на самом деле не отбивались вот эти инвестиции. Инвестиции были не только финансовые, но и ноу-хау они вкладывали, и контент свой вкладывали, и время профессоров, энергию сотрудников и так далее для создания курсов. Но, тем не менее, все очень торопились скачать на подножку этого уходящего поезда. Может быть, здесь даже есть такая теория, что сыграла роль боязнь что-то упустить. Даже есть такой синдром fear of missing something, то есть боязнь пустить что-то. Вот, может быть, они этого боялись. Но, смотрите, везде рост шел таким взрывным характером. Вот это видно тоже на графике. Вот это число слушателей, число курсов и число провайдеров. Вот здесь немножко ниже, они практически совпадают. Так, вопросов я пока не вижу. Будем надеяться, что такие будут. Смотрите, вот некоторые статистические данные. Уже в цифрах. В 2012 году, через 6 месяцев после запуска Курсеры, у них было 640 тысяч студентов, я имею в виду количество зарегистрировавшихся пользователей, 190 стран. Это по 100 тысяч в месяц, да, в среднем. Был у них всего 43 курса, полтора миллиона регистраций. То есть каждый из этих студентов, 640 тысяч, зарегистрировался минимум по два раза. И на эти 43 курса. То есть какое количество регистраций на каждый курс можно себе представить. Полтора миллиона регистраций на 43 курса. 6 миллионов контрольных работ было сдано по 15 предметам. И в 14 миллионов раз просмотрено видео, да, на эти видео по темам, по которым были эти курсы. Это статистика за полгода существования проекта Курсера. Рост, что называется, очень убедительный. И этот рост продолжался дальше. Через 9 месяцев у них было уже миллион, миллион 700 тысяч студентов. А в апреле уже через год у них было, вот здесь вот количество студентов, а, 3,5 миллиона регистраций, но это не количество студентов, а количество регистраций на их 300 разных курсов. И участвовали в создании этих курсов 62 университета, в основном американские. Это через год. Представьте себе, что это такое. Та же самая ситуация и на Едексе. Через 7 месяцев после запуска курса, а он был запущен, тоже весной 2012 года, а там обучались 370 тысяч студентов. Учтите, что вот я иногда слышу вот эти мифы, что в курсе, у них был денег там огромное количество, они сделали себе такой маркетинг, такой у них был бюджет на маркетинг, что они могли позволить себе утратить, не считая. И вот в результате такого количества студентов к ним пришло. Нет, коллеги, я лично не видела рекламная кампания. На самом деле никто из этих глобальных, ни один из этих глобальных порталов, никакой своей массированной рекламы нигде не пускал. Это точно. Были какие-то попытки устроить рекламу по телевидению, но быстренько они отказались. Это было достаточно давно, году, может, в 2014. То есть это началось, когда стали глобальные порталы искать свои собственные модели монетизации. То есть не было у них бюджета на рекламу. У них была такая концепция, была такая хорошо звучащая. Лучшие курсы от лучших профессоров, лучших университетов. И согласитесь, Стэнфорд, Гарвард, Массажирсельский технологический, Университет штата Кенсильвания, Варкландская школа бизнеса, Университет Калифорнии. Согласитесь, это те бренды, которые входят в десятку лучших университетов мира и возможность получить доступ к этим курсам стоило дорого. И оно того стоило. Я сама начала обучаться. Один из первых курсов, которые я начала изучать на Курсере, это был курс от Варкландской школы бизнеса, курс был по генинфикации. Я его в результате изучала в два раза. Могу сказать, что это того стоило. Вот, затраченных усилий, и тем более денег, которые оказались совсем небольшими, мы это еще увидим. Но при таком объеме деятельности, согласитесь, конечно же, это был совершенно просто полный СОС. То есть нужны были деньги, чтобы такой объем деятельности проворачивать. Это же там 6 миллионов контрольных работ. Согласитесь. И поэтому резко встал вопрос о том, откуда деньги брать на это развитие. И поэтому один из основных трендов развития мультдвижения – это монетизация. То есть попытки и нахождение, утверждение, опробирование разных стратегий монетизации в монетизации компетенций, которыми обладали глобальные провайдеры массовых онлайн-курсов. А сейчас я, чтобы учинить некоторую интерактивность, мы с вами пройдем некий опрос. Вот я сейчас прошу вас ответить на вопрос о том, какое количество регистраций на Курсера было через 12 месяцев, то есть через год после запуска этого проекта. Вот я запускаю этот проект, если я правильно помню. Сейчас результаты нам будут показаны. Ага, вот пошло так. Дальше вот так. Недолго так. Коллеги, у вас 76 человек. Я вас прошу быть активнее. Так. Ага. 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 Очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я вижу, что вы меня слушаете. Вот. Слушайте меня дальше. У нас дальше пойдет много всяких цифр интересных. Спасибо большое. Действительно, большая часть, вот 52% отвечает правильно. Действительно, через год после запуска проекта Курсера, хотя бы на один из курсов этого портала, было зарегистрировано 3,5 миллиона пользователей. Вот такие темпы развития проекта. Так. Закрываем обзор и идем дальше. Давайте дальше перейдем к ресурсам монетизации, которыми располагали глобальные образовательные порталы. Вот если на конец 2018 года я сделала такой вот анализ, и что получилось. Смотрите, Курсера, ведущий образовательный портал, запущен. Запущен в 12-м году весна. Отцы-основатели. Кто? Стэнфорд. Стэнфордский университет, американский. И два отца-основателя, если можно так выразиться, это два молодых профессора Стэнфордского университета, Дафна Коллер и Эндрюй Энн. То есть средства основателей плюс средства университета. Надо сказать, что Стэнфордский университет, как и многие другие американские университеты, располагают очень существенными собственными средствами, которые складываются из пожертвований или каких-то доброходных даяний их выпускников. И вот средства, объем этого фонда Стэнфордского университета сравним с объемом финансирования всего российского образования. Может быть, это звучит непатриотично, но это факт. То есть на самом деле основателям Курсера было на что опереться, но они явно не злоупотребляли. Наконец, с 2018 года 37 миллионов слушателей, 37 миллионов пользователей уникальных и количество предлагаемых курсов больше 3000-3100. Согласно данным. Теперь портал ЕДЭКС. Напомню, этот портал тоже возник в 2012 году. Основатель Массачусетский технологический институт. Портал этот американский, и он не коммерческий. Вот это важно. То есть цель отбить инвестиций там не ставилась изначально. И весь этот объем огромный. Вот у него 18 миллионов пользователей на ЕДЭКСе на конец 2018 года. И весь этот объем работы лопатили, что называется, за счет средств Массачусетского технологического ООО, плюс Гарварда и плюс средства выпускников. Но все равно такой вопрос в конце концов встал, потому что дальше это все развивать такими темпами за счет имеющихся ресурсов стало просто невозможно. Вопрос о монетизации встал, и стратегию монетизации ЕДЭКСами своих компетенций мы тоже сегодня будем рассматривать. 2,5-2 с лишним тысячи курсов там предлагается. Портал FutureLeon. Портал FutureLeon – это дочка британского открытого университета Великобритании. У них, это, так сказать, ведущий, это лидеры мировой в области дистанционного образования. В какой-то момент они озаботились тем, чтобы стать провайдерами массовых онлайн-курсов. В основном там предлагаются курсы от британского университета и университетов европейских. Количество этих курсов я не смогла найти. Но количество студентов на портале FutureLeon – это 10 миллионов. То есть он, значит, 5 лет он примерно существует, 12-го года где-то в среднем приросте по миллиону года. Цель, что называется, почувствуйте разницу. Но проекты это коммерческие, поэтому задача отбить средства там ставилась изначально. И в основном он существовал, вот этот FutureLeon, за счет средств открытого университета Великобритании. Надо отдать должное открытому университету. Вот эти средства было не так легко добыть, выделить, потому что в связи там с всякими политическими событиями, в частности с Brexit, там сильно уменьшилась финансирование со стороны государства. Ну хорошо, переходим в дальнейшую. Дальше, следующий портал «Своям» – индийский. Это портал тоже некоммерческий, созданный на средства правительства Индии, запущенный в 2017 году. Вот смотрите, меньше, чем за год он набрал 10 миллионов пользователей. Коллеги, подумайте, 10 миллионов пользователей – это же неспроста. Почему эти глобальные образовательные порталы нужно изучать, их интересно изучать, потому что их опыт, он очень вдохновляет. И там сейчас 200, где-то больше 2000 курсов предлагается, и работают там 1300 преподавателей на этом портале. Так, портал «Зютанг». Я говорила, это китайский портал, созданный в 2013 году, но сегодня там 14 миллионов пользователей. Он потеснил по мощности, вот даже фьючулен, он стал третьим практически по количеству студентов, уникальных слушателей после курсера Едекса в мире. Это портал некоммерческий, он создан на средства китайского правительства и университета Циньхуа. Очень многие члены китайского правительства, деятели Компартии Китая, то есть ведущие decision makers страны, они закончили университет Циньхуа. И поэтому они очень поддерживают начинание проекта, который запускает вот этот университет. И очень поддерживают «Зютанг». «Зютанг» очень интересно работает по, например, кастомизации. Он взял, «Зютанг» взял в качестве своей платформы OpenBdex у МСССКО-технологического, очень сильно кастомизировал. Вот то, как они это сделали, это отдельно надо изучать, поэтому я еще раз повторяю, и было бы очень интересно каждый из этих порталов рассмотреть отдельно. Я этим занимаюсь регулярно, и это меня вдохновляет. Вот, портал «Юдасити». «Юдасити» – еще один американский портал, создан он тоже профессорами Стэнфордского университета. Один из них – это Себастьян Трун, известный, и создан с коммерческой целью. И он интересен нам сейчас. Почему? Потому что на самом деле «Юдасити» – один из первых порталов, который заявил о крик том, что их цель ключевая – это цель коммерческая – отбить инвестиции, получить прибыль. Вот. И они очень точно, очень точечно, очень изощрененно в этом направлении работали. Сегодня мы об этом немного поговорим, потому что, если говорить более подробно, не получится. Значит, создан портал в 2011 году, и на сегодня, на конец 2018 года, 10 миллионов пользователей там. И вот смотрите, интересно, количество курсов, которые там предлагаются, если взять бесплатные курсы, то их только 25 бесплатных курсов на весь портал, на все эти 10 миллионов человек. Остальные платные, не только курсы, но все другие ресурсы монетизации. Используйте «Юдасити» очень сильно, в том числе сообщество выпускников. Тоже очень тонко, интересно с этим работают. Наша платформа «Открытое образование» год 2016, так, количество студентов, там, порядка 350 тысяч, полагается 414 курсов. Почему я говорю об этих всех вот, как бы, вещах, как о ресурсах монетизации? Посмотрите, на самом деле, что можно монетизировать, то есть, что можно сделать, какую бизнес-модель можно выбрать, на чем ее можно основать. Бизнес-модель – это, собственно, схема, по которой получают деньги. Ну, это очень грубо, очень широко, я понимаю. Вот, тем не менее, откуда можно взять деньги? Можно за счет основателей брать, да, то есть, за счет, допустим, фонда выпускников Стэнфорда. Можно за счет, собственно, средств самих основателей, тоже Эндрю Энг и Дафа Коллер. Вот, так сказать, можно за счет пожертвований выпускников, как делает, например, Эдекс. Можно за счет бюджетных средств, для бюджетных, например, я имею в виду, для порталов, которые созданы на средства, на государственные средства. Это СВОЯМ, это Юданк, это наша национальная платформа открытого образования. Правда, я не очень понимаю пока, какая доля финансирования НПО идет от государства, какая вот коллаборация основателей. Я не смогла, не искала, надо сказать, деньги. И вот это можно монетизировать. Количество студентов можно монетизировать, еще как. И можно делать это очень по-разному. Вот, например, Coursera, у меня 37 миллионов пользователей. Я, кстати, здесь не привела данные по тому, какое количество, по затратам здесь, к сожалению, нет. Но можно сказать, знаю, что общее количество сотрудников вот этих всех пяти глобальных образовательных порталов, включая Юдаси, мы, к сожалению, не знаем, как насчет СВОЯМ, нет таких данных. Но вот если взять вот эти пять образовательных порталов, там порядка тысяч, не больше. Там тысячи сотрудников, вот всю эту деятельность, вот лопатят на тысячи сотрудников. То есть, если перейти опять к стратегии монетизации, смотрите, можно монетизировать, конечно. Огромная база студентов, она просится к тому, чтобы их монетизировать. Как? Надо им предлагать то, что интересует все это огромное количество. А что их интересует? Их интересуют лучшие курсы от лучших преподавателей лучших университетов. То есть, можно этим, собственно, привлекать таким образом слушателей, привлекать новых слушателей, как до сих пор делали эти глобальные образовательные порталы. Последние года-два они стали больше концентрироваться на привлечении платежеспособных клиентов. Так вот, привлекать этих слушателей, предлагать им интересные курсы от ведущих университетов. И жить вот тут вот, смотрите, курсера, она живет в основном с оборота, как у нас говорят. То есть, курсы на Курсере за счет огромного количества слушателей, они недорогие. Вот я обучаюсь, я на Курсере кончила там порядка, ну, не знаю, два десятка курсов на Курсере английском. Они стоят порядка двух тысяч рублей. Причем контент бесплатный, а сертификат платный. Такое обучение на курсе, если брать единичные курсы, мне обходилось в среднем 1850 рублей за курс. Вот. То есть, это, так сказать, деньги. И после, надо сказать, когда в 2014 году произошел скачок стоимости доллара, помните, от 30 рублей до 60, стоимость курсов на Курсере не изменила. Вот. То есть, можно жить с оборота. Продавать огромное количество студентов курсы за недорогие. Можно делать наоборот. Вот, например, фьючлен это делает. Как? У них есть, у них мало бесплатных курсов относительно по сравнению с Курсеры. У них стоимость курса порядка 400 тысяч рублей в рублях. И у них есть продукты, которые они предлагают за очень дорого, например, ну, там, то есть стоимость. Ну, мы дальше это увидим. Стратегия, да, в последних лет. Это, так сказать, каждый из порталов предлагает образовательные продукты за любую стоимость. От бесплатных полностью до продуктов, которые стоят 20 тысяч долларов или евро. Вот. Эти 20 тысяч евро кажутся нам безумной ценой. Ну, дорого для нас. Но на самом деле, по сравнению с сочным образованием, это существенно дешевле. Вот. И для каждого, но вот доля каждого, то есть доля дорогих и дешевых курсов варьирует в зависимости от стратегии провайдера, стратегии портала. Вот. На Курсере очень, Курсеры явно крыл в сторону недорогих, хотя на корпоративном сегменте у них свои, что называется, цены. Но это корпоративный сегмент, на то и корпоративный сегмент, чтобы там было дорого корпоративного обучения для компаний. Курсеров и бизнес мы об этом еще будем говорить. Вот. Фьючер Леон. Там меньшая доля бесплатных курсов, платные немножко дороже. И есть дорогие программы, которые ориентированы на получение степеней, да, академических степеней университетских. Это программы дорогие. Я пыталась одну такую закончить, там последний курс, завершающий проект, стоил 800 фунтов. Вот когда я на скриву 800 фунтов, я его закончу. То есть, на самом деле, вот это можно монетизировать. Количество курсов тоже можно монетизировать. Если у вас много разных курсов, очень много, по разным тематикам, от разных университетов, вы можете предлагать их тоже, что называется, не за дорого. А если у вас всего 25 бесплатных курсов, можно сделать так, что у вас всего 25 бесплатных курсов. Остальные платные, и там 10 миллионов пользователей, вот эти 10 миллионов по самому учатся на дорогих курсах. То есть, понятно, да, стратегии? Если что-то непонятно, пишите сразу вопрос. Дальнейшие ресурсы монетизации какие есть? Смотрите. Собственные программы. Что такое собственные программы? Вот начиналось это мукдвижение с того, что порталы предлагали просто курсы. Отдельные курсы, их было очень много разных. Вот. А потом началась структуризация. То есть, эти курсы стали собираться в программы, которые продавались за несколько большую цену, чем просто совокупность курсов. Или снабжались каким-то таким финальным испытанием, каким-то проектным курсом, которые завершились. Capstone у них это называется на английском. Каким-то проектом, финальным проектом, который нужно было сделать. Вот это стоило денег. Вот такие вот сборы, создания собственных программ. Это один из ключевых столбовых путей монетизации порталами своих компетенций. И этим занимаются все они. По своям я не узнала пока ничего. А вот у курсеров 300 таких программ, таких вот кластеров. Эти программы из совокупности курсов, которые направлены на освоение каких-то достаточно узкого определенного круга навыков. Вот я, например, закончила на Курсере специализацию, которая называется виртуальный преподаватель. У нас это онлайн преподаватель. Он состоял из пяти курсов. И я получила отдельный сертификат за это, который я в законности предъявляю, от университета Калифорнии Ворвань. Вот такие специализации, да, то есть такие программы на Курсе называются специализации, их там 300 штук. Много разных таких вот групп курсов, направленных на освоение группы навыков на ЕДЕКСе. Они там называются Микромастерс, X-Серияс, там несколько подразделений на ЕДЕКСе. И каждый из них вот свои эти самые кластеры или группы программ, собственных программ, называют по-разному. Так, на FutureLearn такие группы курсов называются программы. Я там почти закончила программу, которая называется цифровая экономика, Digital Economy. Но вот 800 фунтов на завершающий Capstone Project у меня пока нет. Щукина Наталья Ивановна что-то пишет. Перейдите, пожалуйста, Наталья Ивановна на Кириллицу. Так, на Зютанге тоже есть такие программы, называются Microdegrees. И на Udacity такие программы называются Nanodegrees. Эти Nanodegrees – это вот ключевой, собственно, один из основных, основной проект, ключевой проект, основной проект Udacity. Они-то в основном это и продают, вот это в 10 миллионах пользователей, они это степень узнал и продают. Так, полностью онлайн магистерские программы. Вот получение академической степени полностью онлайн – это тоже один из важных путей монетизации компетенции. Смотрите, это началось где-то не раньше 2015 года. Первая программа такая, первая магистерская программа, запущенная полностью онлайн на Курсере. Это, по-моему, 2015 год, они стали набирать народ, они сделали это совместно, если я не ошибаюсь, с университетом, боюсь, боюсь ошибиться, с каким именно университетом. То есть партнерство с университетом, образовательный портал обеспечивает получение в онлайне академической степени. То есть люди учатся на Курсере, академической степени им присваивает университет-партнер. Вот, конечно, это, так сказать, большая работа, вот такое партнерство надо поддерживать. Вот, например, на Курсере 160 университетов-партнеров, они с разной интенсивностью и глубиной сотрудничают с этими университетами, но вот с некоторыми из них у них сейчас вот этих полностью онлайн программ, вернее, программ для получения академических степеней, в частности магистерских, исключительно за счет обучения в онлайне, достаточно много, по-моему, сейчас несколько десятков. Вот, и то же самое есть на ЕДЕКСе, то же самое есть на Курчилене, то же самое есть на индийском образовательном портале. Видимо, они это восприняли от, так сказать, англосаксонской системы образования. Так, подразделение для бизнеса, вот это подразделение для корпоративного обучения есть на Курсере. Это Курсеры для, Курсеры for Business. Это тоже началось два года назад, вот такое тесное сотрудничество Курсеру. У Курсера сейчас 300 компаний-партнеров, по-моему, в этом уже было в предыдущем слайде, это было 300 компаний-партнеров, которые засчитывают обучение на курсах Курсеры в счет своих корпоративных университетов. Вот, что они делают. Естественно, это стоит достаточно дорого, но это того стоит. И, естественно, в числе этих 300 компаний-партнеров Курсера есть те, которые входят в Forbes, 500 компаний, которых в списке Forbes. Какие языки обучения на этих курсах? Значит, вопрос, вот интересный, да, языки, кстати, тоже можно монетизировать. Галина Красавская, спасибо за вопрос. Смотрите, там изначально, если брать, допустим, 14-й год, то большая часть массовых онлайн-курсов, предлагаемых этим порталом, были англоязычные. Видимо, потому что англоязычные английские, британские, вернее, американские, британские, австралийские, новозеландские университеты были провайдеры на этих курсах. Но ситуация все время меняла. Ну и тогда там были иноязычные курсы, и сейчас там расширяется спектр языков. Если говорить конкретно о русском, то спасибо вот нашим таким университетам, как Новосибирский, как ИСТЕХ, как Высшая школа экономики, прежде всего, которые размещают на Курсере большое количество русскоязычных курсов, которые пользуются популярностью. В частности, Высшая школа экономики вошла в так называемую цифровую вибу Плюща в 2017 году. То есть на курсы, на онлайн-курсы на Курсере, которые создали, разработанные в Высшей школе экономики, и на других порталах записалось больше миллиона слушателей. Вот это цифровая виба Плюща. Поэтому там количество русскоязычных курсов на этих порталах множится. Если это не полностью, если этот курс разработан не в России, то есть курсы, которые переведены на русский язык, некоторые просто переведены в России методом краудсорсинга. В частности, курс про смешанные модели обучения есть на Курсере. Его специально перевели краудсорсингом в России, потому что это очень актуальная тема, перевели хорошо. Я его своим студентам читаю, рекомендую. Если нет таких полностью переведенных курсов, то можно найти курсы, где есть русскоязычные титры. Есть. Если они русскоязычные, если вы владеете какими-то другими языками, то там на Курсере есть под эстонского и баскского языка курсы есть. Поэтому ищите и обрящите. Итак, мы полностью онлайн программа подразделения для бизнеса Курсере. Есть подразделения для бизнеса на Udacity, они могут называться по-разному, на E-Dex. Смотрите, в результате, сколько средств удалось привлечь, сколько средств инвесторов удалось привлечь к тому или иному образовательному порталу. Те данные, которые я нашла. Курсера за время сосуществования, начиная с 2012 года, прилегла 313 миллионов долларов. Так, о доходах мы еще будем. Скажите, а где доходы у нас? Вот это в квартирах. Ага. Значит, если рассмотреть как ресурсы монетизации, в собственной программе, я уже говорила, ресурсы монетизации полностью, полностью онлайн-магистрский, в частности, степень академический, тоже очень хороший ресурс для монетизации, потому что, да, вот запущенная в 2015 году программа получения степени магистра в области компьютерных наук, которую Курсера запустила совместно с университетом то ли Санта-Фе, то ли Аризона, не помню. Значит, она обходится в 1000 долларов слушателям, и туда записалось, значит, где-то... Нет, я вру, 20 тысяч долларов. Туда записалось порядка 2000 человек, вот, и сами понимаете, какой в результате это доход, да, то есть монетизация очень серьезная. Подразделения для бизнеса, там очень большие обороты, в частности, конкретные я не нашла. Привлекают привлеченные средства. Все образовательные порталы, которые коммерческие здесь, то есть Курсера, Фьючилион, Вудасити, они все, значит, привлекают средства венчурных инвесторов, у них сейчас уже очередные раунды, вот, в 2018 году они провели, и Курсера в 2018 году, по-моему, сумела привлечь 108 миллионов долларов венчурного капитала, а всего ей удалось привлечь за время существования 313 миллионов долларов. И Фьючилион за время своего существования сумел привлечь 40 миллионов фунтов за те, в общем-то, 6 лет, которыми он этим занимается. И это не обязательно венчурных инвесторов, но я говорила, что Курсер – это венчурные финансы, Фьючилион не совсем. Так, и здесь вот эти 40 миллионов входят в виденные средства открытого университета. Университетов-партнеров. Почему университеты-партнеры, значит, 160 таких партнеров у Курсеры, порядка, ну, столько же, 139 у ЕДЭК, 135 у Своям, у Индийской, 16 партнеров сейчас у национальной платформы. Почему это, как это можно монетизировать? Ну, например, ЕДЭК, он продает партнерам хостинг, либо они платят за хостинг своих программ, то есть своих курсов на ЕДЭКС непосредственно, либо, значит, продают программу OpenEDEX, или, значит, как-то сам кастомизируют. В общем, вот, например, тут вот, извиняюсь, но я точно не помню, продает или предоставляет, но я знаю точно, что за хостинг курсов ЕДЭКС берет довольно приличные деньги. Если первый раз университет размещает на ЕДЭКСе свой курс, то платит 50 тысяч долларов сразу, а потом уже как-то делятся доходы от продажи этого курса на ЕДЭКСе. Если же ЕДЭКС помогает созданию курса, а потом размещает у себя, то ЕДЭКС получает сразу 250 тысяч долларов, а потом тоже доходы от продажи этих курсов делятся между авторами. Поэтому это тоже достаточно, хостинг продавать достаточно выгодно, для этого нужно иметь много партнеров, которые хотят размещать свои курсы у тебя. Компании партнеров – это 20 компаний таких на Курсере, а, 300 университетов, что-то, сейчас немножко пуплюсь у меня в голове, извините, и 250 компаний партнеров у ЕДЭКСе. ЕДЭКСе, как я сказала, первая, так сказать, серьезно занялась монетизацией, так круто, резко и жестко занялась монетизацией. Раньше всех отказалась от идеи полностью бесплатных курсов, вот сейчас у нее только 25 бесплатных, осталось, действительно, бесплатных. Вот, и в основном у нее платные продукты, которые она успешно монетизирует, и достаточно много средств удалось привлечь. Так, в результате вот этой деятельности по использованию ресурсов монетизации. Компания партнеров, Владимир Владимирович спрашивает, Логин, компания партнеров, кто это? Компания партнеров, если можно, давайте, ну, компания партнеров – это та компания, которая обучает своих сотрудников на курсы курса. Конечно, она может быть не только, так сказать, поставлять, что называется, студентов для Курсеры, но она может участвовать в создании, вот, например, на Udacity, многие курсы, многие степени, которые они присваивают, разработки контента для этих курсов и программ, участвуют компании партнеры. Вот, то есть они, так сказать, хотят иметь курсы, которые полностью под них кастомизированы. Вот, значит, финансовые результаты, на конец 2018 года. Смотрите, Курсера, венчурное финансирование, 140 миллионов долларов – это доход. Доход за 2018 год. Смотрите, прирост какой. В 2017 это было 100 миллионов и 140 в 2018. Так, неплохо. Вот, это результат, что называется, деятельности по монетизации. Привлеченные средства всего за 5 лет 313 тысяч, и они достигли, вошли в число так называемых стартапов-единорогов, чья капитализация достигла более чем миллиарда долларов на конец 2018 года. Вот, то есть они у нас еще и единороги. ЕДЭКС – это финансирование за счет основателей университетов и выпускников. Задача монетизации, в общем, изначально не ставилась, но она встала во весь рост, просто потому что как-то на счет, значит, чего-то надо дальше. Этот проект невыслимых размеров, значит, развивайте. И вот данные по монетизации, к сожалению, найти сложно, поскольку это некоммерческая организация. Ключелен 8,2 миллиона доход за 2018 год. В число единорогов пока не вошел, но, думаю, войдет со временем. Вот, 8,2 миллиона фунтов. Университет Циньхуа и своим тоже трудно говорить о финансовых результатах, потому что это государственные некоммерческие организации. А вот Udacity, Stanford, 90 миллионов долларов. Это доход за 2018 год, смотрите, плюс 20 миллионов к 2017 году и плюс практически 70 миллионов к 2016. Вот как надо монетизироваться, коллеги. Про открытое образование тоже непонятно, что с монетизацией, потому что такая задача не ставилась. Выводы. Какие из этого следуют? Были в 2012 году, чуть позже, запущены технологические образовательные стартапы. Они занимались тем, что предлагали массовый онлайн-корс. И за это время они стали финансово успешными, они стали привлекательными для инвесторов, они стабильно развиваются, и даже входят в число компаний-единорогов. Как же они этого добились? Смотрите, как же, вот способы монетизации. К сожалению, уже осталось не так мало времени. Если полнешь не против, я еще минут 10 займу от вашего времени после часа. Значит, на самом деле, вот бурный рост, это был с 2012 по 2013 год. 2012-2013, немыслимый рост. Это все было, значит, росло, мало кто что-то понимал, почему оно так дико растет. Я знаю, что в России у меня многие скептики, это все временно, это модно, это все завтра кончится. Так вот, в 2014 году стало понятно, что это серьезно. Моги, что называется, созрели. Что, собственно, в чем это выражалось? То есть в 2014 году, вот эта бизнес-модель, поисками которой они занялись, в общем-то, непосредственно, уже в 2012, она сформировалась. В чем она состояла? Прежде всего, они ввели собственную сертификацию. Собственные сертификаты. Раньше, первых этапов, в 2012-2013 год, это был такой образовательный коммунизм. Все было бесплатно. Контент бесплатен, контроль бесплатный, сертификаты бесплатные. Я уже этого не застала. То есть они это быстренько довольно прекратили. То есть коммунизм возможен, но в какое-то очень ограниченное время. Самое интересное, что потом, от этого образовательного коммунизма мы перешли к образовательному империализму, который мы наблюдаем сейчас. Так вот, модель бизнеса, созрела модель в 2014 году. В чем она состояла? Например, ввели собственную сертификацию. То есть ты можешь, раньше ты просто учился и был счастлив. А с 2014 года уже стало нормой то, что ты можешь получить сертификат об окончании. Сертификат, согласитесь, от Вартенской школы бизнеса. Да, это университет штата Пенсильвания. Топ-5 лучших университетов мира. Это, согласитесь, нечто. Это серьезно. Для меня, например, было очень важно получить сертификат о том, что я закончила специализацию онлайн-преподаватель университета Калифорнии в Ирбане. Соответственно, мои коллеги, англоязычные коллеги, и русскоязычные, которые работают в зарубежных университетах, очень и очень меня с этим поздравили. Вот эти собственные сертификаты стали платными. Но я повторяю, что стоимость это все равно на Курсере это где-то 1800-1900 рублей максимумно. Вот. И вот эти специализации, вернее, вот эти группы, значит, сертификаты за курсы стали платные, и сертификаты за специализации стали платные. Вот такой вот источник квинетизации. Потом они стали бороться с повышением качества онлайн-курсов. Они стали, университеты провайдеры, стали создавать собственные студии производства массовых онлайн-курсов. У нас это движение тоже началось, но где-то после 16-го года. Понакупали дорогущих, значит, дорогого оборудования. Теперь вопрос, теперь у нас с оборудованием сейчас проблем нет, есть проблем с контентом, а что там, собственно, снимать в этих студиях хорошо оборудованных. Вот. Платформы стали средством монетизации таким вот, то есть продажа платформ, продажа хостинга на платформах. Вот. Этим занимается открытое образование, этим занимается EDEX, этим занимается Zetank. Вот. А потом стратегическое такое, извините, дрейф от, дрейф в сторону постоянной доступности курсов. Что это означает? На первых этапах, я этот этап застала, в 13-м году, начав учиться, курсы тоже запускались два раза в год. Да, как вот в колледжах, там первый семестр, в университетах, первый семестр, второй. Точно так же запускались курсы и на провайдерах. Я говорю о курсе, EDEX, там, и так далее. Это к чему приводило? Что люди очень долго ждали, очень много людей ждали запуска курса, курс запускался, они все туда бросались. Вот, например, абсолютно рекорд массовости онлайн-курса, массово, это 414 тысяч человек записались сразу на курс, который, курс по подготовке к сдаче экзамена по английскому языку в системе LTS. Вот, 414 тысяч. Такая массовость. То есть курсы были в результате массовыми. Если ты, многие студенты, но обучаясь в онлайне, а там нужен жесткий такой самоконтроль, слетали с этих курсов, и они потом, не знаю, потом для того, чтобы дальше учиться, им нужно было ждать следующего запуска курсов, то есть они терялись, вот отсев так очень существенно. Вот, поэтому эта система, система переходила, дрейфовала, сейчас это, можно сказать, додрейфовала в сторону постоянной доступности курса. В чем это выражается? Курсы запускаются каждые 2 недели или каждые 4 недели. Если ты в какой-то момент упустил дедлайн, обучаясь на курсе, то он тебе, то ты можешь дождаться следующего запуска, который будет через 2 недели, и спокойно продолжил с того места, где ты слетел. Я через это тоже проходила. Вот, расстроилась, когда слетела неимоверно, а потом получила уведомление от команды курса, что вы можете начать, там что-то замечательно. Вот, то есть такое способство удержанию студентов. Так, и платные курсы, вот, новые, специальные подразделения стали появляться на порталах, то есть под порталы, например, UDEX запустил портал платных курсов профессиональный депейшн, с вами программы, с вами сертификатом и так далее. Смотрим дальше. 2015 год, чтобы, вот, в 2014 году модель вроде как созрела, значит, то есть, в 2015, и дальше основные тенденции, как вот в этой найденной единственной бизнес-модели, они как бы развивались просто дальше. Причем, каждый университет развивал свою ветку вот этой модели. Но в целом, в 2015 году концепция осталась та же самая примерно, то есть, лучшие курсы от лучших университетов, лучших профессоров, но стали предлагаться более четко сфокусированные ценности каждого продукта, то есть, такая сегментация уже, да, разделение на сегменты, все эти, не мыслимая аудитория под десятки миллионов человек. Вот. Значит, собственная сертификация становится основным источником дохода, да, доступны более сотни, это 15-й год, собственных сертификатов и по разным курсам и специализациям. Так, привлечение, новые раунды привлечения венчурного капитала. Стало понятно, что эти технологические образовательные стартапы могут отбивать деньги. И туда выстроилась очередь из венчурных инвесторов. Вот. Каждый из раундов, которые они проводят в привлечении капитала, он кончается, он бывает успешным. Так, ЕДЭКС. Вот тут начинается что? Начинается революция, то есть начинается вторжение массовых онлайн-курсов в область высшего образования. ЕДЭКС начинает первое засчитывать обучение на массовых онлайн-курсах в счет освоения академических программ совместно с Резонским университетом. Вот это первая была программа партнерства портала с университетом в целях в целях удешевления, повышения качества их очного образования. Вот это породило такие вот мифы, что массовые онлайн-курсы разрушат высшее образование. И в результате не разрушили. Вот. Мы об этом еще поговорим. Так, что еще дальше? Что в 2015 году начался, началась постепенная вывод бесплатных сертификатов. Курсера в час в среднем сертификат Курсера стоит 56 долларов, ИДЭКС 53. Я в рубли вот на сегодняшний курс не переводила, посмотрите сами, но все равно это вполне доступно. Начался платный, эра платного доступа к тому, сему, пятому, десятому. Прежде всего Курсера ввела платный доступ к контрольным заданиям. То есть вы можете иметь доступ к контенту, вы можете читать, у них это называется аудит. Аудит бесплатный, то есть посмотреть ты можешь бесплатно, что преподается. Но если тебе нужна обратная связь от преподавателя, насколько хорошо ты это запомнил, понял, как правильно это применяешь или создаешь, то изводит заплатить деньги, тебе получат доступ к контрольной работе, она будет проверена. есть курсы, причем вот эта проверка, там много, то, что это peer assessment, то есть оценка равная, перекрестная оценка, когда однокашники оценивают тебя, а ты оцениваешь однокашников, это более дешево, а есть курсы, где все проверяет преподаватель, и это, естественно, намного дороже. Так, и вот здесь с 2015 года как бы ощутили на себе уже университеты серьезно, то, что высшее образование стало целью массовых онлайн-курсов и глобальных образовательных порталов. То есть и они стали разрабатывать для них курсы. Но смотрите, они не стали конкурировать в области контента, они нашли замечательную нишу. Они все время смотрят на то, какие курсы популярны и почему. Они все время это анализируют. И даже где-то в своем блоге я, по-моему, размещала описание того, как создают курсы на FutureLearn. Школа бизнеса открытого университета Великобритании разрабатывает курсы для FutureLearn и как они, с чего они происходят, было очень интересно описано в интервью Террио Салливана, который отвечает за создание массовых онлайн-курсов в школе бизнеса открытого университета. Итак, что стали делать глобальные образовательные? Они стали размещать у себя курсы, которые помогали студентам, первокурсникам войти в академическую жизнь. Это очень серьезно. Отсев, вот я знаю, что на некоторых, допустим, таких технических университетах отсев достигает 47% после первой сессии. Потому что студентам после того, как они приходят из школы, им тяжело сразу врубиться, учиться статьи писать, ходить на лекции, конспекты вести, что куда вообще как. У них начинается такая фрустрация, аналитические параличи, они слетают. Вот, то есть, для повышения этой готовности к обучению стали появляться курсы. Водные курсы по основным дисциплинам. Вот у нас таких вот водных курсов есть у нас национальной платформе. Вот, вводные курсы по основным серьезным дисциплинам, чтобы тоже облегчить начало обучения на этих дисциплинах. И курсы подготовки к экзаменам это вообще святое дело. Вот сколько я преподаю в онлайне, при приближении экзамена готовность учиться у студентов резко возрастает. Они с удовольствием такие курсы требуют и вебинары требуют и посещают. Так что, нашли такую удачную нишу. Или самый популярный, один из самых популярных курсов, которые всегда входят в рейтинг лучших курсов времен и народов. А у нас будет вебинар посвященный лучшим курсам, он был лучшим мукам всех времен и народов в этом треке. Значит, он называется Learning How to Learn. То есть, учимся учиться. Это один из самых популярных. Стабильно, последние 10 лет входит в лучшую, только лучше. Не 10, но 5 точно. Так, смотрим дальше. 2016 год. 5 лет развития муков, если считать с 11, 400 миллионов долларов привлечено, тысяча, чуть больше тысячи наемных работников. Так, что здесь меняется? 2016 год. Появляются региональные провайдеры. Вот он, китайские, индийские, Miriada X, это латиноязычный, испаноязычный портал, там в основном курсы для стран Латинской Америки, Испании, Испании, и портал итальянский Edeopen. То есть, пошло появление региональных провайдеров, и мы знаем, что наш локальный провайдер, национальная платформа, тоже в этом году окончил. Муки перестали быть массовые. То есть, вот этот дрейф в сторону постоянной доступности курсов, он привел к тому, что, как бы, единовременно на курс записывается и ставится существенно меньше народа, чем записывались раньше. И вот это, так сказать, это печальное последствие на самом деле. грустно от этого становится, потому что там было безумно интересно, потому что эти сотни тысяч народов, десятки даже тысяч, которые с тобой одновременно обучаются, это очень могучий ресурс. Я тоже его использовала в свое время для сбора информации о том, как работают фитеры в разных странах. Но когда стало часто, при частном запуске курсов, там народу стало существенно меньше. На каждом курсе одновременно обучалось. Так, появились полностью платные курсы. По, естественно, очень и очень востребованным дисциплинам, например, по компьютерным наукам, по программированию на разных языках и так далее. В бизнесе тоже, например, по цифровому маркетингу. Так, курсы. большие курсы стали делить на несколько, чтобы сформировать из них специализацию. То есть, один короткий курс, допустим, раньше, при начале курса был стабильный 10-12 недель, теперь их делят на 4 курса по 4 недели, и каждый курс на отдельно платный, сертификат платный и так далее. Выход, вышли муки на сегмент корпоративного обучения. То есть, онлайн-курсы, которые размещались на глобальных порталах, они были такого качества, что им стали доверять, в таком обучении стали доверять серьезные компании. Я говорю, что многие компании, входящие в список Форца, стали обучать своих сотрудников на массовых онлайн-курсах в глобальных порталах. И дальше, правда, прошла работа по поиску целевой аудитории, и глобальные порталы нацелились на то, что у нас professional learners, то есть не столько сейчас студенты высших учебных заведений, не столько такие вот lifelong learners, которые учатся для собственного удовольствия, а целевая аудитория сейчас для образовательных порталов глобальных, это те, люди, которые учатся ради развития карьеры. Они учатся всю жизнь, тоже, но не ради как выучатся, а ради целей карьерных. Вот, то есть, так стабильно уже целевая аудитория. В 2017 году какие еще тенденции, какие тенденции, тактики, стратегии метизации определялись, использовались, развивались. Дальше продолжается рост доли коротких курсов, как я сказала, разделение долгих на несколько коротких. Появились реально индивидуальные образовательные порталы, про траектории. Вот для меня, как для тьютера, для педагога, который профессионально работает с индивидуализацией, вот это очень важно. То есть, массовые онлайн-курсы, вот эти глобальные образовательные порталы. Это те ресурсы, которые сделали индивидуализацию реальной. Знаете, там можно, они предлагают прежде всего огромный выбор, что такое индивидуализация в образовании. Это такое построение образования, когда ты сам себе ставишь цели, намечаешь способ продвижения к этим целям. То есть, ты задумываешь, ты видишь, перед тобой большой выбор, прежде всего. Ты можешь выбирать, да, ты можешь примерять свои внутренние способности, как знание о себе, твои мертвые, свои способности, амбиции, с помощью тьютера, в частности, совместно с тьютером, определять свои собственные амбиции, потенции, интересы, да, и смотреть, что это доступно для тебя ресурсы. Вот сейчас огромный выбор этих ресурсов, и поэтому реально каждый из нас может для себя, так сказать, посмотрев себя и поняв, что тебе нужно, ты можешь найти ресурс образовательный во внешней среде, который соответствует твоим целям, твоим интересным способностям, вот, и к нему начать двигаться. А дальше ты движешься, у тебя навигация состоит, потому что ты постоянно принимаешь какие-то образовательные решения, решения области, и продвигаешься к своей цели. И вот те ресурсы, в частности сервисы, которым располагает цифровая образовательность всегда, они позволяют реально каждому из нас построить свою индивидуальную образовательную программу. Вот это чрезвычайно важно, за это я ценю, в частности, за это тоже я ценю онлайн образование. Так, появилась такая вещь, как ограниченный во времени доступ к контенту. То есть контент, если вы поступили на курс и оплатили его, то вам контент доступен в течение всего периода образования, допустим, четырехнедельный курс, плюс еще, допустим, две недели на то, чтобы уложиться, выполнить какие-то задания, которые вы не выполнили вовремя. А потом доступ закрывается. Вот. В частности, вот, если вы, то есть, для тех, кто бесплатно учится, ограниченный доступ во времени. если вы заплатили, то у вас доступ, так сказать, потом уже неограниченный в течение времени. Но сейчас просто тоже бывает уже ограниченный. Вот, например, на фьючерлен. Те курсы, на которых я обучалась, там, где я не выкупила свой сертификат, где я не заплатила, туда меня уже не пускают системы. Вот. Хотя я люблю обращаться к курсам, поэтому придется когда-то заплатить, если будет надо. Вот. Еще один источник пенетизации. Смерть жестких дедлайнов. То есть, для того, чтобы удержать обучающихся и довести их до стадии, когда они смогут оплатить сертификат, значит, для этого просто отменяют жесткий дедлайн. То есть, никто не слетает, то есть, вы можете выполнить любое задание в течение любого времени, пока курс доступен. Вот. У вас нет жестких дедлайнов внутри курса. Вот. В этом есть все плюсы. Курсера ввела неограниченное число попыток прохождения тестов. тоже для удержания людей, доведения до стадии покупки сертификата. Вот. Неограниченное число тестов, но с определенным интервалом. То есть, у вас есть три попытки. Вот. Кстати, да, вполне уж напоминает о возможности приобрести сертификат. Значит, и это привело к тому, что снижена активность в сообществах обучающихся. Это достаточно печально. Но это следствие того, что курсы доступны постоянно. Я уже об этом говорила. И даже были статьи «Смерть массовых онлайн-курсов». Некоторые образователи муссировали активно эту тему. Никакой смерти массовых онлайн-курсов это не привело. Но действительно, так сказать, активность коммуникации в форумах снизилась. Но некоторые порталы, например, «Hewchelion», они придумали способ, как повысить активность общения сообществах, то есть форумах. Если будем говорить о фьючерене, я вам в этом с удовольствием расскажу. У них какой-то получился гибрид вообще на порталах и на фейсбуке. Некоторые приемы фейсбука очень активно используют. Смотрите, 2017 год, здесь уже лозунг, концепция продукта за любую цену. Я о ней уже говорила. Вот тут уже выкрестывались целых 6 уровней монетизации. Прежде всего, полностью или частично бесплатный курс и самый нижний уровень. Второе, платные сертификаты, об этом мы тоже говорили. Программы специализации, программу можно продавать отдельно. Ее можно компоновать из бесплатных курсов и продавать как платную программу. Почему нет? За счет МУКов счет академической степени в университете. Очень важно. Это дешевле намного, чем учиться очно. Иногда просто физически вы можете очень закончить этот курс. Онлайн академические степени, так называем МУК-бейст и ГРИ программс. В тех областях, которые позволяют дистанционному образованию полностью получить такое образование, например, компьютеры, я считаю, что педагогика относится к тому, к этой же области похожей. Я могу ошибаться. И корпоративные, можно вполне обучать людей в онлайне. Конечно, мне часто выкатывают такой, а ты будешь там, как хирургов, можно готовить в онлайне. Но там, где нужно руками работать, если вы учитесь на повара, если вы учитесь на хирурга, если вы учитесь на каком-то стелеваре, вам, конечно, надо проходить какую-то практику. Для этого есть интернатура и так далее. Но абсолютно железно. Сейчас понятно, что те специалисты, которые не учатся на онлайн-форсах, они очень быстро становятся, теми же хирургами, теми же поварами, специалистам высокого уровня оставаться невозможно. Это уже прекрасно понимают компании, которые с удовольствием засчитывают МУКи в счет своих университетских, в счет повышения квалификации своего персонала. И, наконец, корпоративное обучение, это самый платежеспособный сегмент, где тоже активно используются МУКи. И главное, что, смотрите, вот каждый курс можно мотивировать на разных уровнях. Бесплатные они нужны для привлечения слушателей. А когда вы их привлекли, вот как в курсе 37 миллионов пользователей, из них 20 минимум она привлекла в течение первых трех лет существования. Можно использовать частично платные или частично бесплатные курсы, платные сертификаты, программы специализации в основном. То есть как бы акцент вы можете ставить в процессе своей деятельности вашей, если вы хотите монетизировать свою компетенцию военно-праздователя на разных вещах. Так, дальше продукты залюбуются. Вот Курсера, платный доступ к проверочным заданиям и проверке. Я уже об этом говорила. Хьючилен, ограниченный доступ к контенту. Сейчас вот речь идет о стратегиях, которые применяют отдельные порталы. Юдасити, смерть бесплатных курсов, агрессивное продвижение платного контента. На сегменты в глобальном масштабе Юдасити продвигала свои платные программы, свои платные курсы. В Африке, в частности, в Китае, недавно это не занимали. Едекс. Вот Едекс, поскольку это не коммерческая организация, это одна из, единственных платформ, там можно учиться в основном бесплатно, там платные только сертификаты. Но и то, как бы, мы сейчас увидим, такие сертификаты могут быть достаточно дорогими. В 2017 году, я говорила, произошло уже, понятно стало, что целевой аудиторией являются professional career learners, то есть те, кто учится всю жизнь, научатся ради непрофессионального карьерного продвижения. И в результате стало понятно, что муки, они, в общем-то, не про университетское высшее образование, они больше про дополнительное профессиональное. Я могу это на собственном опыте подтвердить, потому что, действительно, если бы не муки, я бы, честно говоря, не знаю, как бы я продвигалась, где бы я обучалась профессионально, то есть для профессионального роста, плюс еще дополнительный выхлоп, очень хорошие есть от обучения на массу, на англоязы, иноязычных онлайн-курсах массов, это освоение иностранного языка. Один из наших вебинаров будет про это, потому что я очень сильно продвинулась и поддерживаю свой английский благодаря обучению на муках. И вот уже 2018 год понятно, что стало, что есть модель, ее можно по-разному применять, и целью уже порталов стало не столько народу набрать народ просто, сколько набрать платежеспособных слушателей. Поэтому число слушателей растет уже меньшими темпами. Курсера, например, в этом 2018 году набрала плюс 7 миллионов новых, это столько же слушателей, сколько она набрала в 2017, но при этом, поскольку у нее рост на 40% дохода, это значит, что платежеспособных она набрала намного больше. Рост доходов наблюдается, вот мы видели, Udacity плюс 20 миллионов курсера стоит, плюс 40 миллионов долларов. Онлайн-академические степени тоже становятся дорогими, недостаточно, это востребованный товар, просто потому, что не нужно никуда, собственно, не такого трансфера осуществлять, спокойно в онлайне учиться и получать эти степени. И более дорогие, появляются более дорогие версии специализации вот этих программ, например, Курсера в 2018 году вела так называемый мастер-трек, где, значит, программы для большего, лучшего освоения навыков, более высокого уровня, и это более дорого. Так, дальше у меня есть слайды про, так сказать, монетизацию, те способы монетизации тактики, которые применяли отдельные порталы. Вот, например, Курсера 37 миллионов слушателей, она наращивает число платежеспособных, то есть увеличивает количество продуктов, долю продуктов, которые продаются за деньги, предлагает более точно, точечные ценности, аудитория целевает, чтобы привлечь платежеспособную аудиторию. Фокус на получении академических степеней онлайн, смотрите, в 2015 году это было еще только начиналось, а сейчас это был основной фокус Курсеры, академические степени онлайн. Я знаю, что в прошлом году Фистех у нас запустил полностью академическую администратуру тоже по компьютерам, но у нас пока этого очень немного. И продвижение на сегмент B2B Курсера for Business. Вот, смотрите, сколько у Курсера в 2018 году по 1500 компаний и партнеров, если считаю, это плюс 1000 к 2017 году. Доступ Курсера for Business это очень, вернее, корпоративное обучение платежеспособный сегмент, потому что доступ на Курсера for Business стоит для компании 400 долларов на одном работнике в год. Так, Так, про презентацию мы еще поговорим. Так, Владимир Владимирович не согласен с реклевием, но я просто сейчас не имею возможности обсуждать это. Давайте это обсудим в Вико Фейсбуке. Так, продолжение. Так, ну, здесь продолжение более, так сказать, расширено, как монетизировалось Курсера в 2018 году, онлайн-ученые степени. В 2018 у них трехкратный рост количества программ, четырехкратный рост университетов, которые выдают, собственно, дипломы за обучение на программах Курсеры. вот университет Линойса в Рыбане, вот, вот, это было, я говорила, что в 15-м году Курсера запустила первую полностью онлайн-степень по компьютерной науке совместно с университетом Линойса в Рыбане, стоит она 22 тысячи долларов, 1632 студента, доход будет с половиной с лишним миллионов долларов за, значит, только за продажу вот этой программы в год. Там, это в 2018 год, 140 миллионов, из них вот 10 миллионов за счет одной программы. При этом 50% слушателей обучались на бесплатных курсах Курсера. Вот, то есть бесплатные курсы нужны для того, чтобы привлекать людей, которые потом пойдут на программу за 22 тысячи долларов. Вот, новые магистерские, как называют, докторские, да, мастерские специальности, магистерские на мастер-трек. Я говорю, что они более дорогие. Смотрите, три программы. Одна стоит 2 тысячи долларов, а остальные стоят по 2 с половиной, по 3 с половиной тысячи долларов. Вот, очень неплохая такая, так сказать, неплохая монетизация. ЕДЕКС. Вот, в конце концов, ЕДЕКС тоже вынужден был монетизировать свои компетенции. Смотрите, значит, микромастерс, это их, специально, это их собственные сертификаты, собственные мастерские степени от университета, от ЕДЕКСа. Это их программы, специализации для получения узкого круга навыков. Вот, они стали платными и в среднем стоят порядка тысячи долларов. Не все, скажем. Водится поддерживающая оплата. Вот они как бы три варианта поддерживающей оплаты запустили. Поддерживающие, чтобы не сказать, когда они не делают это, деньги они берут не за то, чтобы развивать собственный бизнес или прибыль класть себе в карман, а для того, чтобы поддерживать развитие бизнеса. Доступ к материалам курса только на две недели, бесплатный. Они на неограниченное время за 9 долларов, а если вы хотите доступ плюс сертификат, это уже 150 долларов. Серьезно. Это первый вариант. Вариант оплаты это когда вы платите сразу все за доступ плюс сертификат и стоит это почти 300. И вариант оплаты три, бесплатный доступ на ограниченное время, а сверху этого периода взимается оплата 42 долларов. Вот три варианта такой поддерживающей оплаты опробуют тестировать сейчас Edex. Udacity что делал? Udacity в основном продолжает стратегию прошлых лет. Они первые, они начали заниматься агрессивной монетизацией года 3-4 назад, отказались они давно от бесплатных курсов и больше они их не расширяют. Это глобальная экспансия, то есть те страны, где не было массовых онлайн-курсов, например, курсеры не было в Китае, курсеры не было в Африке. Туда, значит, в Африку точно пошла Udacity, но потом китайцы ввели свой проект, президент. Так, и вот Udacity они практиковали вот эту самую глобальную экспансию. У них был проект, они гарантировали трудоустройство выпускников. он какое-то время работал, но сейчас от него отказались. Возврат 50% платы за обучение при успешном окончании, чтобы довести народ до успешного окончания, они гарантировали и возвращали 50% оплату. Еще был проект Blitz, от которого они отказались, суть этого проекта мне пока не есть. но в результате вот всех этих развития, используя той тактики, которую используют Udacity, они получили прирост дохода 20 миллионов долларов. Но при этом, при таком росте дохода, они сменили руководство, вернулся к руководству Себастьеем Трун, основать, ну как бы не жестко, не является таким генеральным директором, он является руководителем, типа научного руководителя, что-то такого общего координатора. И там началась такая жесткая достаточно структуризация, начались увольнения, причем уволили там не меньше 25% персонала, они снижают зарплаты, они повысили стоимость программы, требуют легкую оплату вперед. Фокус у них на платные программы, я говорила, там 25 всего лишь бесплатных курсов на все Udacity, но вот эти степень надо-дегри, это степень, которую присваивает сама Udacity не университета, сам сам портал выдает сертификат за окончание той или иной программы, они их называются надо-дегри с Udacity, то есть по компьютерным наукам в востребованном линче, там платежеспособная целевая аудитория, у них 50 тысяч обучающихся, оплата в среднем по 1000 долларов, каждый платит, сравните, 50 тысяч 50 миллионов уже, краудсорсинг менторов и супервайзеров, то есть они готовят менторов, тех, кто сопровождает обучающихся, помощь в обучении, так, значит, жесткий доступ, ограничения по доступу, то есть к концу семестра все надо выполнить, максимум тебе, что дадут, потом это 4 недели, а потом доступ закрывается, ты остаешься без ничего, сущности, 10 сексетов, вот такие вот жесткие достаточно ограничения, какие выводы, рекомендации можно дать по итогам рассмотрения вот всей этой истории. Прежде всего, прежде всего, технологические обязательные стартапы это реальный прорыв образования, очень мощный. Мы наблюдаем этот взрывной рост, вот, развитие потом стабильное, да, многолетние, вот уже 7 лет. В результате возникла новая система образования, ее надо как-то финансово поддерживать, и насущной необходимостью стало, что вон в рай как-то, значит, построение бизнес-модели, вот все началось как бы неожиданно, на самом деле, взрывной рост был неожиданностью для участников этого процесса, вот, и было на первом этапе стало необходимо как-то обеспечить приток денег на развитие такого масштаба. И такая бизнес-модель была найдена конца 2014 года. Такая бизнес-модель была найдена, и что она включает? Сейчас понятно, что цель нацеливаться надо на платежеспособных слушателей, что бесплатные курсы нужны, отказываться от них не надо, это сужает, собственно, область поиска и развития, вот, и бесплатные курсы они приводят платежеспособных клиентов на платные программы. Платные сертификаты это общее правило сейчас достаточно, не то, что просто платные сертификаты сейчас везде имеются, вот, платный доступ к контенту может быть, особенно на тех курсах, которые тема по очень горячим темам, например, да, вот, как интернет вещей, там, что-нибудь в этом. Ограниченный доступ по времени к контенту или к заданию, или к тому-нибудь другому. Так, платный доступ к заданию, особенно завершающий экзамен, завершающий проект, это, как правило, платный, как я говорю, в случае включили, завершающий проект стоит 800 пунктов. Сокращение времени на обучение, короткие курсы, чтобы народ быстрее доходил до стадии, когда он покупает сертификат. Значит, разбиение длинных курсов на пуски, короткие, значит, и группирование коротких курсов, специализации, программы и прочие, там, нано-дегрис, микро-дегрис, которые изучаются на платной основе. Платное получение академической степени онлайн и выход на корпоративный сегмент. Вот это, по-моему, это второй есть еще. Так, нет, это, в общем-то, компоненты этой модели, то есть, это те, как бы, приемы, да, с помощью которых вы можете монетизировать свою онлайн-компетенцию, онлайн-компетенцию онлайн-образователя. Какие выводы еще? Вот, мне кажется, важный вывод, что вот таких вот ресурсов для монетизации много, компонентов вот этой модели много. и на базе вот этих компонентов можно компоновать разные стратегии монетизации в зависимости от ваших возможностей, от ваших целей, да, если вам, так сказать, как это сказать, вы не можете там по темпетическим соображениям поднимать цену, то вам вы можете делать упор на количество слушателей, вот, привлекать всячески. Если у вас, значит, вы не можете обслужить большое количество слушателей, вам нужно увеличить доход, вы идете и привлекаете платежеспособных, слушатели ищите, находите платежеспособные сегменты, вы можете формулировать, формировать, например, сообщество, Udacity активно работает с сообществами своих студентов, своих выпускников, и они там раньше, вот, если посмотреть, они делали такие, допустим, стоили, по-моему, 90 долларов, то три месяца могут посещать собрание этих выпускников, которые изучали одну такую тему, которая их интересовала, стоила 50 долларов, вот, три месяца по субботу можно было встречаться, вот, и все это, значит, освежать себя в памяти, что как-то наращивать свои компетенции, вот, то есть, на самом деле, таких стратегий можно пазл сложить очень по-разному, поэтому, флаг вам в руки, барабан на шее, коллеги, извините, если вам показалось это не очень веселой шуткой, но действительно, право выбора, право построения стратегии остается за вами, и я надеюсь, что я вам достаточно много рассказала про то, какие, собственно, компоненты этого пазла вы можете привлечь, значит, спасибо всем за участие, так, давайте посмотрим, какие вопросы, вопросов здесь фактически нет, и какая-то у нас очень молчаливая у нас аудитория в этот раз, вообще нет вопросов, есть вопрос про презентацию, знаете, коллеги, я сейчас, как бы, еще не решила, буду ли я, могу ли я, хочу ли я этим делиться, вот, я думаю, что к следующему, я думаю, что мы с Пал Юльчем это вот решим, хотя Пал Юльчем на самом деле сказал, что это оставляется на усмотрение автора, дело в том, что мне предстоит использовать эту презентацию, допустим, на некоторых конференциях, пока я не готова ее делиться, извините, может быть, со временем с вами этот вопрос как-то иначе, а вот, того, кто купил, а вот, действительно, того, кто купил сертификат, пожалуйста, бонус в виде этой презентации, вот, как сделать прирост, будущем по миллиону на каждого, но это, в общем-то, не ко мне вопрос, я могу вам рассказать, кому по этому поводу обратиться, а вот Ольга Николаевна Акиева, да, это мои студенты, вот Владимир Владимирович и Ольга Николаевна Акиева, приветствую вас, спасибо за то, что нашли, но мои студенты, конечно, все это увидят, и мы с вами об этом будем разговаривать и дальше, я очень люблю студентам рассказывать про массовые онлайн-курсы, про образовательные порталы, глобальные, локальные, региональные, вот, у всех у них можно почему-то не учиться. Связываясь лично со спикером, вот Павел Атлет, Павел Иванович, хорошо, отлично, сейчас спасибо большое за ваше терпение, да, хоть и молчаливая аудитория, но абсолютно стабильная, вот, видимо, все-таки действительно, тема интересная, потому что не так много, мало у нас знаний фактических, вот, этого, об этих глобальных образовательных порталах. Спасибо еще раз, я с вами прощаюсь, мы встретимся на моем следующем вебинаре, когда он будет, посмотрите, пожалуйста, в расписании. Успехов вам, вы можете найти меня на фейсбуке, Любовь Крещенникова, вы можете, значит, а, нет, электронный адрес, дорогие друзья, давайте поблагодарим Любовь Вениаминовна за замечательный вебинар, кто хочет зарегистрироваться сразу на следующий вебинар Любови, пожалуйста, вот, я привожу ссылку, сразу, пожалуйста, зарегистрировайте, чтобы потом не забыть это сделать. А я также благодарю всех вас и надеюсь, что вам будет интересно на треке Любови Вениаминовны, а также вообще у нас в Директ Академии. Я приглашаю вас на наши следующие вебинары. Вебинары в Директ Академии проходят каждый день. Мы стараемся подбирать для вас интересных спикеров. Приходите, будет интересно. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова